Коллеги, представляем завершающую лекцию нашей сессии, которая посвящена современной стратегии лечебной тактики опухоли семейства Юинга, саркома Юинга. Почти 100 лет назад, в 1921 году, Джеймс Юинг выделил эту опухоль в отдельную нозологическую форму. Саркома Юинга является одним из представителей целой группы высокоагрессивных злокачественных новообразований, которые характеризуются помимо агрессивного характера роста, способностью поражать кости и мягкие ткани и наличием определенных тканеспецифических маркеров. Помимо саркома Юинга костей, которая составляет порядка 87%, в эту группу относится и экстраосальная саркома Юинга, составляющая около 8%, и так называемые периферические примитивные нейроэктодермальные опухоли костей и мягких тканей, которые занимают около 5%. Напомню, что это достаточно редкая опухоль, частота её не более трёх случаев на каждый миллион населения. Она занимает второе место среди первичных опухолей костей у детей и подростков, уступая место остеогенной саркоме. И наиболее часто она развивается в популяции, возраст которой колеблется от 10 до 25 лет. Белые подростки болеют примерно в 6 раз чаще, чем выходцы из стран Азии и Африки. И относительно полового признака отчётливая дифференцировка заметна после 13-14 летнего возраста, когда мальчики болеют в полтора раза чаще, чем девочки. До развития эры лекарственного лечения прогноз заболевания был крайне неблагоприятный. Половина пациентов погибала в течение первого года после установления диагноза. Пятилетняя выживаемость не превышала 10%. И при этом для этой опухоли достаточно чётко прослеживается зависимость выживаемости от локализации первичного очага. С развитием лекарственного лечения произошёл кардинальный прорыв. Касается это прежде всего локализованных форм саркома Юинга. Пятилетняя выживаемость увеличилась в 7-8 раз и достигает 75%. Но обращаю внимание, что на сегодняшний день даже в экономически развитых странах около половины пациентов получает неэффективное и неадекватное лечение, что существенно ухудшает прогнозы данного заболевания. Оценивая факторы прогноза заболевания, следует обратить внимание на ряд факторов. Прежде всего, к факторам неблагоприятного прогноза относятся большие размеры опухоли. Опухоль, составляющая больше 200 см3 в объёме, или опухоль больше 8 см, это большие размеры, что сопряжено с ухудшением качества локального контроля после проведения хирургического лечения и лучевой терапии. Наличие экстраосального компонента, мягкотканного компонента, также является фактором неблагоприятного прогноза и способствует раннему развитию рецидива и раннему метастазированию. На снимке представлены результаты рентгенограммы пациентки 14 лет, саркома и юинга правил подвздошной кости, большие размеры с наличием мягкотканного компонента. Позже мы вернёмся к этой пациентке. Следующая группа факторов – это локализация первичного очага. К факторам неблагоприятного прогноза относятся первичное поражение костей таза, а также мягкотканные саркомы с локализацией в брюшной полости, в брюшинном пространстве и в полости малого таза. Это опухоли, как правило, имеющие большие размеры, что сопряжено с меньшей резиктабельностью. И третья группа – это факторы, которые характеризуют степень агрессивности, степень распространения опухолевого процесса. Здесь прежде всего надо обратить внимание на локализацию метастатических очагов. Локализация метастазов в костях и в костном мозгу является фактором неблагоприятного прогноза по сравнению с больными, имеющие только метастатическое поражение лёгочной ткани. И крайне важным является безрецидивный период. Это период после завершения первичного лечения по поводу локализованной саркомы Юинга. Больные, прогрессирующие в течение первых 24 месяцев, имеют крайне благоприятный прогноз, и пятилетняя выживаемость этой категории больных не превышает 10%. Аналогичный показатель у больных, прогрессирующих в более поздние сроки, он, конечно, значительно выше, достигает 25-30%. Бесспорно, фактором благоприятного прогноза является подтверждённый морфологический либо рентгенологический регресс первичной опухоли. Тотальный некроз, либо некроз большей части, а именно 90% первичной опухоли, сопряжён с высокой, достигающей 85% пятилетней выживаемостью. Лечебная тактика. Обращаю внимание, что лечение больных опухолями саркомы Юинга должно осуществляться только в центрах, имеющих опыт работы с этими пациентами. Лечебный подход – это комплексный мультимодальный подход с обязательным участием хирургов, радиологов, химиотерапевтов. Крайне важную роль играют морфологи и специалисты лучевой диагностики. Вот сложность постановки диагноза, сложность дифференциального диагноза хотелось бы представить на клиническом случае из нашей практики, когда к нам обратилась молодая пациентка 21 года с жалобами на наличие экзофитного образования в области корня языка. Первичный диагноз был рак, плоскоклеточный рак корня языка, однако бурное прогрессирование сразу на фоне первого цикла химиотерапии заставило нас усомниться в диагнозе, повторная биопсия, и при повторном гистологическом исследовании, иммуногистохимическом исследовании верифицирована экстрасальная саркома Юинга, была проведена химиотерапия по схеме ВИД, мы видим, какой регресс мы достигли, что позволило в последующем прооперировать эту пациентку. Поскольку на момент верификации диагноза 90% больных имеют уже микрометастазы, поэтому современная стратегия лечебной тактики складывается из трёх основных этапов. Прежде всего, это индукционная химиотерапия, длительность которой составляет от 12 до 24 недель, включая от 4 до 6 циклов химиотерапии. Далее этап локального воздействия, хирургическое и или лучевое лечение, и в дальнейшем продолжается уже адъювантная химиотерапия, системное лечение, длительность которого достигает до 12 месяцев. И только вот такой мультимодальный подход позволяет обеспечить излечение 50% больных. Ещё раз обращаю внимание, что значительного прорыва в лечении больных опухолями саркома Юинга удалось достичь только после внедрения эффективных химиотерапевтических препаратов. И касается это только локализованных форм, когда 5-летняя выживаемость увеличилась в 7-8 раз. В отношении метастатических диссиминированных форм данный показатель остается малооптимистичным и не превышает 25%. На сегодняшний день показано, что наиболее эффективными препаратами для лечения этой опухоли являются доксорубицин, венкристин, циклофосфан и фосфамид, этабазид, доктиномицин и практически все современные схемы химиотерапии, включая 3-4 активных препарата. Принципиальным этапом в лечении и выборе оптимального режима химиотерапии явилось внедрение в практику этапазида и фосфамида, что позволило увеличить медиану 3-летней безрецидивной выживаемости до 72%. На этом слайде представлены наиболее популярные режимы химиотерапии, которые используются для индукционной химиотерапии. Одним из популярных является режим ВАК и Е, альтернирующий, который включает в себя 5 самых эффективных препаратов. Кроме этого используются режимы ВАЕ, ВИД, ВАК, то есть все они состоят из не менее чем из 3-4 цитостатических препаратов. На данном слайде представлены результаты лечения пациента 19 лет, у которого была верифицирована примитивная нейроэктодермальная опухоль с поражением малого таза, достаточно больших размеров первичный очаг. И мы видим, насколько выраженный частичный регресс был после проведения уже двух циклов химиотерапии. После завершения индукционной химиотерапии больные подлежат тщательному контролю для определения и выбора дальнейшей тактики. Локальное воздействие должно осуществляться в максимально короткие сроки, это 2-3 недели после завершения индукционной химиотерапии. И, конечно же, предпочтение отдаётся хирургическому лечению, целесообразное выполнение органосохраняющей операции с реконструкцией аутоэллы или же аллогенными трансплантатами. Объём хирургического лечения может состоять как из удаления кости, как было выполнено в данном случае у пациентки 24 лет, страдающей саркомой юринга молоберцовой кости. После индукционной химиотерапии была выполнена резекция молоберцовой кости. Либо же вертеброэктомия в случае локализации саркомой юринга в области позвонков. Мы видим, что на МРТ по данным магнитно-резонансной томографии очень больших размеров первичная опухоль с экстравертебральным ростом. После индукционной химиотерапии пациентке было выполнено хирургическое лечение в объёме ламинотомии С1-С2-С3, резекции С4 и транспедикулярной фиксации С3-С5. Клинически, конечно, у больной после проведённой терапии отмечен полный регресс левостороннего парапареза. При невозможности выполнения оперативного лечения больные подлежат лучевой терапии. Кроме этого, постоперационная лучевая терапия используется при недостаточном лечебном патомархозе, при сохранении 10% жизнеспособных клеток, либо при положительном опухолевом крае, когда в краях резекции определяются опухолевые клетки. На этом заканчивается этап локального воздействия. И далее продолжается уже системная лекарственная терапия, дювантная химиотерапия, длительность которой составляет от 10 до 12 месяцев. Что касается больных диссиминированной формой, то, ещё раз повторюсь, к сожалению, в отличие от локализованных форм прогресса в лекарственном лечении не произошло. И в любом случае пятилетняя выживаемость не превышает 25%. Единственным фактором, который имеет значение в данной ситуации, это время развития рецидива. Больные, прогрессирующие через 2 и более года после первичной терапии, имеют значительно лучшие результаты в отношении выживаемости пациентов. Терапевтический подход примерно идентичный. Данные больные подлежат лекарственному лечению, причём в отличие от локализованных форм, добавление фосфамида и топазида для этой группы пациентов существенно не влияет на показатели выживаемости. Неэффективен так называемый доза интенсив режим, то есть ни увеличение дозы цитостатиков, ни сокращение интервалов между циклами химиотерапии не приводит к улучшению. И кроме этого недостаточно эффективной оказалась и высокодозная химиотерапия. Помимо системного лекарственного лечения, эти больные подлежат при возможности выполнения и каким-то циторедуктивным операциям, так показатели выживаемости больных с наличием метастатического поражения лёгких может быть увеличены за счёт энуклеации остаточных очагов из лёгочной ткани после проведения химиотерапии, возможно облучение лёгочной ткани, ну и при наличии метастатического поражения костей с клиническими признаками возможно проведение лучевой терапии на костные очаги. Современных стандартных режимов химиотерапии второй линии для пациентов, прогрессирующих на первой линии или с признаками рецидива на сегодняшний день не существует. Показана комбинация таких препаратов, как алкилирующие агенты и ингибиторы топоизомираза 1,2. Достаточно эффективными оказались режим циклофосфамида и топотекана, доцитоксилы и гемцитабина с частотой объективного ответа 35-40%. Возможно повторное применение фосфамида и топозида с добавлением карбоплотина, так называемый АИС-режим. И, конечно же, приветствуется участие пациентов в клинических исследованиях. Обращаю внимание, что медиана выживаемости больных, ответивших на вторую линию, составляет порядка 36 месяцев, в то время как больные резистентны ко второй линии. Они, конечно, имеют значительно низкий показатель выживаемости, около 4 месяцев. И буквально несколько слов касательно режима воскодозной химиотерапии. Я уже сказала, что это нестандартный подход. На сегодняшний день не доказано преимущество этого подхода. Эффект зависит прежде всего от возраста больных, от состояния, от локализации метастазов и от того, насколько эффективна была предшествующая лекарственная терапия. Как правило, воскодозная химиотерапия с трансплантацией от локологических стволовых клеток проводится пациентам, которые ответили на предшествующую терапию с целью консолидации достигнутого эффекта. Общая пятилетняя выживаемость составляет порядка 35-40%. Ну и здесь хотелось бы представить собственный опыт. Это как раз рентгенограмма той пациентки, о которой мы говорили выше. Больная 14 лет с массивным поражением правой подвздошной кости, с наличием выраженного мягкотканного компонента и массивным поражением легочной ткани. После четырёх циклов химиотерапии по схеме ВИДе был достигнут частичный регресс и с целью консолидации была выполнена высокодозная химиотерапия комбинации мелфоланг и бусульфан. Эффект мы видим, полный регресс метастатических очагов в легочной ткани, длительность которого составила 32 месяца. И в заключение мне бы хотелось сказать о том, что, конечно же, на сегодняшний день тот арсенал противоопухолевых препаратов, который мы имеем, он не позволяет полностью решить существующую проблему, что диктует необходимость поиска новых препаратов, препаратов с принципиальным механизмом действия. Благодарю за внимание. Уважаемая Гульфия Митхатовна, скажите, пожалуйста, какие разовые и суммарные дозы вы считаете достаточными и безопасными при облучении всей ткани легкого? Я думаю, что, наверное, радиологи лучше ответят на этот вопрос. Но, как правило, для саркома Юинга суммарная доза не должна превышать 50 грей. При облучении всей ткани легкого, а отдаленные результаты? Я еще раз говорю, наверное, радиологи лучше ответят на этот вопрос. Просто по собственным данным, при облучении всей ткани легкого, если облучать оба легких, это не больше 9 грей, причем доза за фракцию должна превышать 2 грей. Возможно. При облучении одного легкого 18 грей, насколько это эффективно при облучении ткани легкого, при облучении саркома Юинга? В том случае, если не... Да, это может рассматриваться как одна из опций лучевая терапия на остаточные очаги. В том случае, если это невозможно удалить хирургические остаточные очаги, то возможно рассмотрение данного вопроса. И 9-18 грей достаточно? Я думаю, что да. Спасибо. Георгий Иванович. Спасибо. У меня, Александр Александрович, маленький комментарий в отношении метастаза в легкие. Дело в том, что уже есть разработанная технология и опробированная, и хорошо работает при метастазоэктомии и одновременной региональной перфузии легкого мелфоланом, которые дают безрецидивной выживаемости в перфузированном легком 3 года. И если это с интервалом в 2 месяца, то есть вот как была регионограмма двухсторонних поражений легких, перфузии с одной стороны, через 2 месяца с другой стороны, и эти пациенты прекрасно в ближайшие 3 года безрецидивная выживаемость. Это по отдаленным метастазам, но не по первичным очагам. Итак, к вопросу лучевой терапии. Спасибо, Георгий Иванович, но у меня тоже пару комментариев, наверное, таких. Все, в принципе, весело, если бы не было так грустно, потому что то, что мы имеем на сегодняшний день, это то, чего мы достигли 25 лет назад. И мы не сдвинулись ни на шаг, потому что остается 25-30% больных, которые погибают, что бы мы ни делали. Это та проблема, которая действительно актуальна и современна, но у нас нет решений пока. Это раз. Второе, я достаточно скептически отношусь в принципе к выполнению метастазоэктомии из паренхемы легких при саркоме Юинга, если это не, как говорил Георгий Иванович, перфузия с последующей метастазоэктомией. Это второй момент. И третий момент, конечно, очень обидно, что закончилось исследование, изучение инсулиноподобного фактора роста, который был выпущен компанией Genentech, и компания Roche прекратила это исследование при саркоме Юинга, поскольку сочла его коммерчески невыгодным, но по большому счету это единственный препарат, который за последние 10-15 лет показал эффективность при резистентных формах, это именно при вот этих 25-30% больных. Поэтому хочется верить, что будут какие-то ближайшие открытия, может быть, какие-то преимущества от иммунотерапии. Но в реале мы сейчас находимся на том же месте, как находились 25 лет назад. Это к вопросу о современности. Спасибо большое. К сожалению, это так, да, согласно с вами. Спасибо большое. Если вы позволите, я кратко подведу итоги по сегодняшним докладам, по секции, по второй ее половине. Первый доклад, посвященный терапии гигантоклеточной опухоли, конечно, безусловно, что препарат, который появился совершенно случайно, кстати говоря, была выявлена его активность при гигантоклеточной опухоли, исходно он был изобретен для лечения остеопороза женщин в постменопаузе. Но, тем не менее, он дал нам практически 90% эффективность в лечении этой редкой и непонятно какой, то ли доброкачественной, то ли злокачественной, то ли инвалидизирующей, то ли метастатической гигантоклеточной опухоли. Второе, конечно, необходимо отметить, что до конца не определен срок и, самое главное, длительность терапии деносумабом. Я думаю, что к этому мы придем в какое-то ближайшее время. Следующий доклад был посвящен интересной методике контрастирования при выполнении ультразвукового исследования при саркомах мягких тканей. Это интересный подход, его необходимо сравнить с динамической МРТ. сравнить экономические составляющие, что из этого дешевле, сравнить специфичность и сравнить процент возможных ошибок. Это, безусловно, интересно. Третий доклад был посвящен леомиосаркому мягких тканей. Свои комментарии я уже высказал по поводу, наверное, дефекта именно патоморфологического, поскольку был большой процент леомиосарком низкой степени злокачественности. А это постоянно обсуждается на всех саркомных конференциях. И даже профессор Александр Лазар, который очень углубленно занимается именно леомиосаркомами с точки зрения патоморфолога, он определил критерии, если патоанатом видит хоть один метод в поле зрения на маленьком увеличении. Значит, это точно хайгрейд. И ставить низкую степень злокачественности уже нельзя. Следующий доклад был посвящен изолированной перфузии. Здесь, конечно, необходимо отметить, вероятнее всего, что поиски, комбинации вместе с мелфоланом, они действительно необходимы. Но, Георгий Иванович, как Вы правильно сказали, введение антрациклинов вызывает ухудшение в плане местной токсичности по той простой причине, что препарат очень активный визикант. И помимо того, что нарушаются реологические свойства с учетом использования оксигенатора и самого по себе цикла искусственного кровообращения, здесь еще меняется проницаемость сосудистой стенки. И это то, что было описано в первых работах Александра Гермонта. Следующий доклад был посвящен лечению забрюшенных сарком в клинике Шерите. Очень детально были озвучены основные хирургические технологии и принципы. А также интересно было использование новых лучевых методик. И последний доклад я комментировать уже не буду, поскольку мы с него начали. Поэтому позвольте завершить эту секцию. Спасибо большое. Спасибо Питеру. И ждем всех осенью в Москве. Спасибо.